Весенний призыв закончился. Можно расслабиться? Друзья, всем привет! Вы на канале Службы Защиты Призывников. Меня зовут Ангурян Алексей. И вот у нас весенний призыв 2021 года подошел к концу. Ну, кто смотрит видео в день, когда оно появилось, то он сегодня заканчивается, а для остальных он уже все закончился. Вот, 15 июля у нас сворачиваются все призывные мероприятия в России и больше уже никого призывать не могут. То есть, если вдруг вы столкнулись с такой ситуацией, что вам предлагают прийти на отправку 16 июля, то это все ложь и клевета, и можно туда никуда не ходить. Это нарушение правил. Ну, я думаю, что такого и не будет. Вот, теперь встает важный вопрос. Раз весенний призыв закончился, теперь можно, конечно, я всех вас поздравляю в первую очередь, теперь можно выдохнуть, да, и что вообще делать дальше? Да, конечно, выдохнуть можно, что вас сейчас не призвали, но надо понимать, что если у вас на текущий момент не было непризывного заболевания, или, может быть, у вас вообще не касался еще весенний призыв, да, у вас была отсрочка по учебе, у вас военкомат не успел вызвать, там, или еще что-то, но под осенний призыв вы, например, уже попадаете, да, у вас уже не будет отсрочки, и вас будут призывать. Так вот, когда же, такой вечный вопрос, да, когда же начинать готовиться вообще к осеннему призыву? И на самом деле, вот самое-самое лучшее время это сделать, это как раз сразу после окончания призыва. Объясню, почему, да, в этом есть несколько аргументов для этого. Почему стоит начинать готовиться в непризывное время? Потому что, во-первых, у вас еще много времени, да, ну, относительно много, не скажу, что это прям очень много, чуть-чуть есть, да, то есть осенний призыв у нас начинается 1 октября, и вот до 1 октября у нас с вами времени много есть, ну, тут 2 месяца, да, полноценных, крайне август, сентябрь, ну, и чуть-чуть еще у нас есть июля. Так вот, летом у нас традиционно проще пройти обследование. Да, даже сейчас, в наши ковидные времена, то есть все равно проще, потому что те, кто просто ходит в больницу, да, кто просто болеет, их меньше, этих людей. И самый-самый большой плюс для призывников, что сейчас именно нет призыва. И врачи в больницах гораздо проще относятся к призывникам. Потому что если вы с этим уже сталкивались, здесь, если вы ходили на обследование в больницу в призывное время, то вы могли заметить, что, ну, к вам могут относиться как именно к призывнику, а не как к человеку, который пришел, собственно, за медицинской помощью. Вот. Такое очень часто встречается, и вот в непризывное время многие обследования пройти значительно проще. Так что пользуйтесь этим. И если вам вот необходимо сейчас что-то допройти, что-то доказать, подтвердить, то делайте это сразу после окончания весеннего призыва. Тогда у вас будет еще время, там, еще раз ходить к врачу потом. И в итоге вы пойдете 1 октября, ну, или там, когда вас вызовут, да, в октябре или в ноябре, в общем, в осенний призыв, у вас уже будет все гораздо лучше с медицинской частью. У вас будут подтверждены диагнозы, и военный билет вам будет получить значительно проще, чем тем, кто все лето пропел, да, как в басне, и ничего не сделал. К тем в военкоматах будет гораздо больше вопросов. Ну и, кстати, если эти самые вопросы у вас появляются, вы их пишите в комментариях под этим видео, либо оставляйте заявку о нашем сайте. Ссылка на сайт есть также в описании под этим видео. Позвоним вам бесплатно, вас проконсультируем. И я думаю, что вам будет понятнее, в какую сторону вообще вам двигаться. Есть у вас сейчас непризывной диагноз или нет. С этим тоже можем вам помочь, подсказать, что если вы сможете нам показать какие-то медицинские документы, то мы вам, наши специалисты, смогут вам подсказать, вообще с этим призывают или нет. Если вы предоставите документ, в котором, например, написано, что у вас есть язва желудка, недавно найденная, то с этим, конечно же, не призывают. Но, скажем так, не должны призывать. И чаще всего, конечно, действительно не призывают. Если же у вас нет непризывного диагноза, то мы вам, по крайней мере, это тоже скажем. И вам уже будет понятнее, в какую сторону двигаться. Так что не упускайте эту возможность, записывайтесь на консультацию. И как раз в это самое непризывное время подготовимся с вами так, что в призыв к вам никто не придерется. Ну, или, по крайней мере, придерутся меньше. Потому что рассчитывать на то, что в военкомате пройдет все совсем гладко, но это, конечно, не всегда бывает. Даже для тех, кто готов до 100%. Вот, ребят. Так что новый призыв у нас скоро, несмотря на то, что этот только закончился. Так что будьте к нему готовы. Но если нужна помощь, как я уже сказал вам, обращайтесь. Ну, а с вами был Ингурян Алексей. Желаю всем хорошего отдыха летнего. И, конечно же, удачной подготовки к осеннему призыву. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok